Далеко не все научные открытия были сделаны после длительных экспериментов и изнурительных размышлений. Иной раз исследователи приходили к результатам случайно, причем к совершенно неожиданным. И итог оказывался куда интереснее. В этом выпуске МММ-блога 12 научных изобретений, сделанных благодаря случайному стечению обстоятельств. Рентгеновские лучи. Из любопытства поместив руку перед электронно-лучевой трубкой. В 1895 году Вильгельм Рентген и увидел ее изображение на фотопластинке, позволяющее рассмотреть чуть ли не каждую кость. Так Вильгельм Рентген открыл одноименный метод. Заменитель сахара. Вообще-то Константин Фальберг изучал каменно-угольные смолы. Как-то раз, мама, видимо, не научила его мыть руки перед едой, он заметил, что булочка почему-то кажется ему очень сладкой. Вернувшись в лабораторию и перепробовав все на вкус, он нашел источник. В 1884 году Фальберг запатентовал сахарин и начал его массовое производство. Кардиостимулятор. В 1956 году Уилсом Грейтбач занимался разработкой устройства записывающего удары сердца. Случайно установив в устройство неподходящий резистор, он обнаружил, что оно производит электрические импульсы. Так родилась идея электрической стимуляции сердца. В мае 1958 года первый кардиостимулятор был имплантирован собаке. Пенициллин. Самый первый антибиотик пенициллин был открыт биологом Александром Флемингом в 1928 году. Ученый надолго оставил в лаборатории чашку Петри с культурой стафилококков. На ней появилась плесень, которая стала уничтожать стафилококки, а точнее грибок под названием пенициллумнотатум. Уже на следующий год Флеминг представил пенициллин ученым в Лондонском университете. Микроволновая печь Когда американский инженер Перси Спенсер, работавший в фирме Raytheon, проходил мимо прибора магнетрона, в его кармане растаяла плитка шоколада. Так Спенсер понял, что прибор, генерирующий микроволны, благодаря взаимодействию магнитного поля и потока электронов, может нагревать продукты. В том же году компания Raytheon Corporation запатентовала микроволновую печь. Радиоактивность Радиоактивное излучение открыл французский ученый Анри Беккерель. В 1896 году он работал над экспериментом с использованием солнечного света и обогащенного кристалла урана. В результате Беккерель рассчитывал выжать изображение на фотопластине. В один облачный день он решил отложить эксперимент до лучшей погоды и убрал все необходимое в ящик комода. Несколько дней спустя Анри обнаружил, что пластины все равно засвечены, то есть кристалл урана испускал лучи, находясь в темном ящике. Через несколько месяцев мы закончим обогащение урана, а затем проведем испытания боеголовки. Слишком круглый наконечник, он должен быть острее. Кого этим напугает? Вулканизация каучука В 1830-х годах природный каучук стал весьма популярен в качестве материала для изготовления непромокаемой обуви. Но он быстро разочаровал потребителей, поскольку не мог противостоять ни морозу, ни жаре. Американский исследователь, химик, самоучка Чарльз Гудьир решил усовершенствовать материал. Все его опыты годами не приносили результата. До тех пор, пока в 1839 году капля, приготовленная им в смеси каучука с серой, случайно не упала на раскаленную плиту и стала не плавиться, а обугливаться, превращаясь в эластичную и прочную резину. На, продай. Как продам? Кому продам? Вот у этого совсем лисия резина. Девушка, это чья машина? Кока-кола Кока-колу изобрел фармацевт Джон Пембертон, когда создавал лекарство от головной боли. Он приготовил смесь из листьев коки, орехов дерева колы и листьев демиана. Затем лаборант Пембертона случайно смешал препарат с газированной водой, тем самым создав любимый во всем мире напиток. А Кока-колу пил? Ага. Ну как? Виагра Виагра первоначально разрабатывалась фармацевтами из американской компании Pfizer как препарат для улучшения коронарного кровоснабжения в миокарде, а также для лечения стенокардии и ишемической болезни сердца. Однако в 1992 году, после клинических испытаний, обнаружилось, что новый синтезированный препарат не имеет достаточно эффективного действия при лечении стенокардии, но имеет другую особенность – он вызывал повышение эректильной функции у мужчин. ЛСД Первоначально диетиламид лидергиновой кислоты планировали использовать в фармакологии. Вряд ли кто-то теперь помнит, как именно. В ноябре 1943 года Альберт Хоффман обнаружил странные ощущения во время работы с химикатом. Он описал их так. «Я наблюдал очень яркий свет, потоки фантастических изображений нереальной красоты, сопровождавшиеся интенсивным калейдоскопичным набором цветов». Так Альберт Хоффман сделал миру сомнительный подарок. Вы не бойтесь, я этот раствор знаю. С него всегда такой приход. Динамит Работая с нитроглицерином, который отличался крайней нестабильностью, Альфред Нобель случайно выронил пробирку из рук, но взрыва не последовало. Вылившись, нитроглицерин впитался в древесную стружку, который был устлан в пол-лаборатории. Так будущий отец Нобелевской премии понял, нитроглицерин необходимо смешивать с инертным веществом и получил динамит. Добавим азотной кислоты, будет нитроглицерин. Добавим азотно-кислый натрий и древесные опилки, будет динамит. Имея много мыла, можно взорвать все на свете. Небьющееся стекло Неаккуратность другого ученого позволила совершить еще одно открытие. Француз Эдуард Бенедиктус уронил на пол пробирку с раствором нитрата целлюлозы. Она разбилась, но не разлетелась на куски. Нитрат целлюлозы стал основой для первых небьющихся стекол, без которых теперь не обходится автомобильная промышленность. Видел чудеса техники? Но такого? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова